МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Свидетели бедствия вся деревня. До прибытия пожарных боролись с огнем традиционным способом. Ведра, тазики, паника и крики. Представьте, 20 лет ребята тушат пожар подручными средствами. На самом деле есть паника. У любого человека возникнет паника, который ни разу не встречался с пожаром. Еще характерная черта всякого пожара. На огнеборцев смотрят косо. То и дело слышно. Не вовремя приехали, машины водой не заправлены. Пожарные на это внимание не обращают. То ли привыкли, то ли не слышат. Задул газовый котел, как поясняет очевидца. Ну и произошла вспышка. Хозяин не смог справиться с начальной садией с пожаром. Ветер был очень сильный, шквалистый. Перенес огонь, распространил, перебросил через несколько домов на расстоянии 400 метров и создал второй очаг. Таким образом, в считанные минуты заполыхало 12 жилых домов и 7 сараев. 23 человека остались без крыши над головой. Теперь их судьбой займутся региональные власти. Губернатор тоже прибыл на пепелище. Ему, конечно, высказали. Возможно, и не только о пожаре. А так, лучше пусть электрики займутся вот этими проводами. А еще такой ветер поднимется и все. И по новой это все начнется. Зачем это нужно? Электрики тоже либо не обращали внимания, либо не слышали. Они вообще были на высоте. А следователи, похоже, так и не пришли к единому мнению относительно причины и очага пожара. Обсудили даже одиноко стоящий мангал с решеткой для приготовления гриля. После ликвидации стихийного бедствия в Твери прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были губернатор, начальник главного управления МЧС по Тверской области, другие официальные лица. Вопрос традиционный, кто виноват и что делать. И вот что первые лица области заявили после этого заседания. Подготовка можно оценить как удовлетворительно, так как те указания, которые мы давали, они не в полном объеме были выполнены на данном сельском поселении. Добровольных пожарных я там и не увидел, если честно. Значит, информированность очень крайне слабо была организована граждан. И эвакуационные мероприятия оцениваю хорошо. А в целом, значит, сил и средства данный пожар был выделен достаточно. После того, когда уже глава района прибыл на месте, он нагнал там инженерную технику, которая необходима. Но самое главное, что, значит, в этой ситуации мы потом проводили совещание под руководством губернатора, определились порядок обеспечения помощи граждан, которые оказались сегодняшний день без жилья. А каков процент подготовки в сельских поселениях сейчас по МЧС? По нашим данным 50%. Работа продолжается. Значит, запланируется учение, как все должно быть заорганизовано. Кто прибывает? Кто оперативный начальник на месте чрезвычайной ситуации? Кому докладывается? Где приписывается? Под чьё управление? Под чьё командование поступает? Также по энергетикам. Прибыли, доложились, приступили к работам. Если невозможности еще нет, подойти работают наши специалисты, да, МЧС. Потом заходят. Когда мы как раз отсекаем одну из версий, котел. Специалисты лаборатории разгребают, уже надо оценки давать параллельно. Потому что там разные версии действительно звучали. Там и шашлыки, и ветер, и кто-то хлопок слышал. И еще об одном чрезвычайном происшествии. Накануне ночью на федеральной трассе России, недалеко от Твери, под колеса Тойоты угодил молодой лось. Управлявшая автомобилем девушка получила переломы и была отправлена в карете скорой помощи в больницу. Животное от удара погибло на месте. Тойота получила серьезные повреждения. Разбито лобовое стекло, незрядно помят капот. Известно, что в таких случаях страховые компании не возмещают ущерб автовладельцу. На наш взгляд, ситуация весьма и весьма странная. Не исключено, что к этой теме в наших выпусках мы еще вернемся. Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. А теперь к другим темам. Перед праздниками все прогрессивное население Твери вышло на субботник во главе с губернатором области Андреем Шевелевым. Работы было много. Город за зиму мы загадили весьма основательно. И Лена Глушкова подсматривала. Субботник по уборке парков, преддомовых территорий и воинских мемориалов в преддверии 1 мая собрал немало горожан и стер не меньше границ. Ведь в этот день даже власть имеющие наравне со всеми собирали мусор, красили лавочки и бордюры. Мы свой город убираем. К сожалению, от самих себя. От самих себя, от того мусора, который мы сами оставляем. Это надо сказать. Вот вы видите и объем мусора. Так что дай бог, чтобы результат субботников был не только чистота, но и порядок в голове, когда мы повседневно не доходим до урны или у себя же в городе грязни. Так настроение хорошее. Думаю, что мы чуть-чуть поправим ситуацию. Массовый выход на субботник не ограничился представителями городских и региональных властей. Обычные люди тоже решили поддержать эту старую добрую традицию. Ну, во-первых, апрельские субботники, они были традиционными, всегда 22 апреля. Во-вторых, это, вы сами понимаете, за позднюю осень, зиму и раннюю весну накапливается много мусора, которое бросают и не убирают, потому что снега много. Он маскирует все. Ну, и третий, конечно, что день Первомая и День Победы, они все населенные пункты должны встретить в хорошем состоянии. И, в первую очередь, чистота. Может быть, не столько деньги нужны, сколько вот участия всех категорий населения, от молодежи до ветеранов, в уборке, в наведении порядка, в подготовке к празднику. И мы должны помогать нашему городу, нашей области. А какое настроение вообще сегодня? Приподнятая, такая музыка, такие люди, все хорошо. Результат налицо. Уже к 1 мая места массового отдыха граждан были приведены в порядок. Главное, чтобы благие начинания не свели на нет сами же активно отдыхающие на лоне природы люди. А то к празднованию Дня Победы придется проводить еще один субботник. Тем временем депутаты городской думы, тверские казаки, школьники и студенты прибирались на месте захоронения героя войны 1812 года Федора Глинки. В минувшие выходные члены депутатской группы «Никто не забыт, ничто не забыто» представители Тверского казачества, студенты и школьники вышли на субботник к бывшему Желтиковому монастырю. Это место многие века служило последним пристанищем для знатных людей Твери. Сейчас достоверно известно, что на монастырском кладбище был похоронен Федор Николаевич Глинка, герой войны 1812 года, автор записок об Отечественной войне и заграничных походах русской армии. В год двухсотлетия победы над Наполеоновской Францией к памяти о таком человеке должно быть обращено особое внимание, считают городские общественники. Участники субботника не обошли стороной территорию самого Желтикового монастыря. Сейчас от него остались только часть стены, братский корпус и надвратная башня. Сохранился только один надгробный камень. Однако еще в 2008 году здесь при участии тверских казаков возведен памятный крест и установлена мемориальная плита в память о Федоре Глинке и его жене. Молодежь начинает интересоваться историей и непосредственно в данный момент по истории 1812 года. Потому что здесь, в Желтиковом монастыре, лежат или находились могилы героев войны, непосредственно Глинке. Это их интересует. Они начинают изучать историю и, соответственно, они уже начинают думать и о будущем нашей Родины. О городском пляже. Это бесконечная история. И к ней в очередной раз вернулась Анна Шевчук. Несмотря на то, что в Твери и пригороде города официальных мест для купания нет, много лет тверичане не унывают. Погреться на солнышке они приходят сюда, на городской пляж. Кстати, пляжем он называется только из-за большого количества песка и нескольких деревянных грибов. Там есть и кабинки для переодевания, и песок есть. Есть спасатель уже, который, к счастью, городские депутаты, уже 8 единиц штатных городской отряд выделили. Штатные единицы оплачивают их. Они будут дежурить. Катер приобрел, город приобрел. Один вопрос самый болезненный – это, естественно, санитарное состояние воды. Ежегодно сотрудники Роспотребнадзора проводят забор проб воды из самых популярных мест купания тверичан. И каждый раз результаты проверок неутешительны. Кстати, Волгу экологи называют одной из самых грязных рек России. Причина загрязнений – выбросы промышленных предприятий. Почему вы такие грязные? Мы в речке купались. В речке? А кто ее загрязнил? Фабрика. Безобразие. Природу отравляют. Таблички, запрещающие купаться, нисколько не останавливают отдыхающих горожан. Отсюда и неутешительная статистика несчастных случаев на воде. Только в прошлом году за три летних месяца утонуло 133 человека. Из них 18 – в Твери. Уже в этом году в Верхневолжье утонули два человека. Чтобы отдых был безопасен, необходимо организовать места отдыха на воде. Это лежит в компетенции органов местного управления. Из 37 состоящих на учете пляжей в Государственной инспекции по мономерным судам, всего два – это в Тарапце и в Конаково муниципальных. Вопрос организации официальных мест купания обсуждали и депутаты городской думы. Каких-то изменений я не вижу. Что 10 лет назад было, что сегодня. Ну, построены какие-то столики, стульки. Но официального статуса, к сожалению, пляжа у нас нет. Депутаты отправили запрос в администрацию Твери. Ответ от городских властей пока не последовало. Вновь вопрос о поддухе тверичан на берегах рек будет рассмотрен в мае месяце. На заседании постоянного комитета по развитию города будет проанализирована ситуация с загрязнением Волги и организация официальных зон отдыха в областной столице. И еще об одной бесконечной истории. Перед открытием очередного сезона дорожников Елена Трофимова встретилась с Владимиром Шейным, председателем Дорожно-строительной ассоциации Тверской области. Вот фрагменты этого интервью. Пройдет буквально недели-две, и дороги наши будут удобны для сообщения. То есть все направлено на то, чтобы сейчас восстановить ямочность после зимы, и чтобы было удобно следовать по этим дорогам. Ну то есть во время этого совещания обсуждаются самые теоретические процессы? Да, да, да. И в ближайшее же время оно... Уже работают дорожники, они долго раскачивались. У нас заводы в свое время запускались, асфальтобетонные заводы, я имею в виду, где-то 15-20 апреля, но погодные условия этого не позволяли. Сейчас почти все заводы в рабочем режиме. Это сотни тонн асфальтобетонной смеси будут направлены на то, чтобы ямочность на дорогах ликвидировать. В том числе и в городе Твери. Но сейчас, в настоящий момент, нужно хотя бы до Дня Победы вот эти работы выполнить, чтобы меньше было нареканий со стороны пассажиров. А потом будут капитально ремонтироваться, реконструироваться дороги. Это то, что предусмотрено планами на текущий год. Почти 4 миллиарда бюджет. Но его нужно еще отстаивать, этот бюджет. Здесь в эти 4 миллиарда входит и Волжский мост, и некоторый... Восточный мост. Да, вот, Восточный мост. Ну, его в этом году там половина, наверное, освоит. А все остальное будет на следующий год. Теперь о более приятном. На днях в Тверь приезжал известный иллюстратор детских книг Евгений Медведев. Была выставка, было общение с юными читателями. Среди участников этой встречи была и наша съемочная группа. Аркадий Аверченко, Виктор Драгунский, Эдуард Успенский, Сергей Михалков. Повести и рассказы этих литературных метров каждый из нас знает с детства. Однако их произведения запомнились не только содержанием, но и иллюстрациями. Художник Евгений Медведев уже полвека сотрудничает с известными писателями. Благодаря его удивительным иллюстрациям многие называют Медведева соавтором, хотя имя художника, как говорят, остается за кадром. Очень многие современные художники даже не прочитывают произведения, которые они иллюстрируют. Может быть, поэтому получаются такие неживые рисунки. Рисунки Евгения Медведева многие поколения знают с детства. И наши читатели, когда приходят и берут книги Владислава Крапивина, Юрия Сотника, они говорят, а можно с рисунками Евгения Медведева? Эти рисунки запоминаются, они живые. За достаточно долгую творческую карьеру Медведеву удалось поработать с десятками российских и зарубежных авторов. Но большую часть иллюстрации он создал к произведениям детского писателя Владислава Крапивина. Я с ним с 65-го года сотрудничаю. Вначале в журнале «Пионер», а потом в книжных издательствах. У нас и за границей есть с ним книжки, вышедшие на его тексты. Ну, а в основном, конечно, у нас в Союзе, а теперь и в России. В Твери свои работы мастер выставляет впервые в рамках межрегионального кинофестиваля «Детское кино детям». А Георгий Пономарев тем временем отмечает 75-летие. В канун своего юбилея актер дал на малой сцене Академического театра драмы бессмертного Михаила Тверского. Как всегда, блестяще. Георгий Пономарев родился в Кирове. В 1959 году окончил высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России. За свою актерскую карьеру сменил не одни подмостки. Работал в Челябинском театре, в Калининском театре юного зрителя, в театре группы советских войск Германии. С 1974 года родным местом стал Тверской театр драмы. Поздравить известного всему Верхневолжью актера пришли старые друзья, близкие знакомые и почитатели его таланта. Главным угощением на театральном торжестве стало, конечно же, актерское мастерство юбиляра. Перед зрителями малой сцены вновь предстали трагические события Тверской истории XIV века. Перепетии жизни князя Михаила Тверского вновь заставили задуматься о судьбе, предназначении, роли личности в истории. Язык один и земля одна. Ну неужели на этом нельзя соединить? Ручий закон русский! Я должен! После завершения спектакля заслуженные аплодисменты и поздравления. Ваш спектакль, Михаил Тверской, это, наверное, больше, чем спектакль. Я думаю, что это какая-то вторая жизнь, подаренная людям. Вот из-за этого вам огромное спасибо. Глава города Твери Владимир Бабичев вручил Георгию Пономареву высшую городскую награду – нагрудный знак за заслуги перед городом. И в завершение программы первомайские праздники в России были ознаменованы дружескими пивными посиделками еще президента и еще премьер-министра. В этой связи хотелось бы поинтересоваться бюджетом этого рекламного ролика, только вот у кого – непонятно. А вот мнение россиян на этот счет мы выяснили. Елена Трофимова с нашим традиционным опросом. Из репортажей федеральных телеканалов мы знаем, что после первомайской демонстрации в Москве президент Медведев и премьер-министр Путин зашли в пивной ресторан и вместе с группой товарищей употребили пенного напитка. Употребили его, не стесняясь объективов телекамер, фотоаппаратов и просто многочисленных журналистов. То есть, вольно или невольно, но получилась реклама отнюдь не безалкогольного времяпрепровождения со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим у нас возник вопрос, правильно ли поступили лидеры страны, публично потребляя пиво. Этот вопрос мы и адресовали нашим собеседникам на улицах Твери. И вот что услышали в ответ. Ну, конечно, это несколько непоследовательно. С другой стороны, я не думаю, что нас будут больше пить из-за того, что видели президента с пивом. Сдается мне, что проблема гораздо глубже. И один эпизод ничего не изменит. Хотя на их месте я бы, наверное, не стал этого делать. Ну, они сами не понимают, что они делают, по-моему. Они достали нас, селить, надеясь, и Путин. Поэтому пусть делают, что хотят. Уже как-то боролись, видимо, с этим. И митинги же здесь делали против них, а толку-то от них. Надеясь, и Путин пошли в бар пить пиво. Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы это пропагандой? Вообще никак. Почему? Потому что, ну что, пошли, пошли. Это их личное дело. Правильно? Это же не рабочее время. Ну, это показывалось по всем каналам. Ну, я не видела. Честно. По всем каналам не видела. Ну, они дают понять, что они такие же люди, как и мы. Имеют право расслабиться в праздник. Так что ничего страшного в этом нет. Главная мера. Я не знаю, я ничего не думаю. Я считаю, что это не надо показывать. Дети смотрят. Не, ну я, конечно, не видела этого. Я не знаю. Ну, мне кажется, что это, да, пропаганда, естественно, что это нехорошо. Все-таки это правительство. Оно должно показывать нам наиболее лучший пример. Например, сок попить. Ну, да, мороженое поесть. Мне кажется, первые лица государства должны все-таки подавать пример. Да, они не могут. Поступили немного неправильно, может быть. Ну, или хотя бы поступили так, чтобы, ну, не рекламировали себя. С пивом. Я не знаю, я не видела, я на даче была, телевизор вообще не смотрела. Ну, вообще, конечно, если это действительно, то не знаю. Не могу сказать, но они же тоже люди. Просто, может быть, не надо было этого показывать всем, правильно? Зачем? У нас теперь принято все показывать, а у каждого человека это самое имеет право на собственную жизнь, правильно? Нет, я считаю, что это совсем некрасиво с их стороны, так как они должны подавать пример, так как это правительство Российской Федерации. И они пропагандируют здоровый образ молодежи, спорт и так далее. И это очень плохо с их стороны. Это плохо. А сами пьют пиво. Да, это очень плохой поступок. На мой взгляд, они такие же люди, пускай пьют, что хотят. Обязательно перед камерами? Не обязательно. Ну, камера, видимо, за ними просто, как сказать, ходит. Ну, то есть вы считаете, то, что первые лица государства сидят и пьют пиво, и это видят все зрители страны, это нормально, при том, что они говорят, что мы за здоровый образ жизни, мы за здоровую нацию? Ну, да. Считаю, что могут они и пить пиво. Ну, я не знаю, как насчет пропаганды, но это, безусловно, неправильная ситуация. И пить пиво в общественных местах, по-моему, это и законом запрещено. И нет, это нехорошо, во всяком случае, точно. Вы знаете, для меня неудивительно то, что вот эти два человека говорят одно, а делают другое на самом деле. Это не единственная позиция, по которой можно с ними не согласиться, как минимум, а как максимум, и поспорить, и очень серьезно. Да я не думаю, что это прям такая же пропаганда алкоголизма. Я думаю, что единственная не их уровня ситуация, конечно, когда показывают на центральных телевидениях, но все, да, они пьют пиво, наверное, все-таки не совсем правильно. Все-таки это, ну, не на всю Россию нужно такое показывать. В какой-то узкой компании они могут себе такое позволить. А, наверное, больше неправильно, чем правильно. Как-то так. Каждый отдыхает в меру своей способности, как бы, если им так хочется, почему нет, но распринимать это как пропаганду, я считаю, это неправильно. Но они же перед камерой это делают, зачем? Перед камерой они это делают, это должно быть на их совести, они зря это делают, потому что если здоровые люди, которые ведут, скажем так, здоровый образ жизни, смотрят на них, они уже теряют, соответственно, доверие к своим лидерам. А большая часть населения России, по крайней мере, как бы это ни печально звучало, также ведут нездоровый образ жизни, и для них это, может быть, отчасти пример для подражания. Такие вот мы получили ответы. И, честно сказать, они в большинстве своем нас расстроили, поскольку мы считаем, что если общество действительно озабочено проблемой пивного алкоголизма, которая, между прочим, с каждым годом становится для нашей страны все более и более острой и касается все более и более молодых людей, то лидерам государства не к лицу выступать в роли, пусть и невольных, но пропагандистов пива. Конечно, заглянув в пивной ресторан, Медведев и Путин наглядно продемонстрировали свою близость к народу. Но стоит ли оно того, господа? На этом все. До завтра и удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова